Доброе утро! Надеюсь, оно у вас доброе. Всем этого желаю искренне. А я сегодня решила снять для вас обзор отеля, в котором мы остановились. Вернее, это не отель, а кондоминимум. Вдруг вам будет интересно, понравится этот кондо, и заходите в нем остановиться, когда будете на Пхукете. И заранее спасибо за ваши лайки, комменты и подписки. Будем на связи. Комплекс называется Пальмира Сурин Резиденс. В него входят три здания, два бассейна, парковка, но обо всем по порядку. Сразу покажу окрестности, которые около нашего кондо. Вот здесь идет какая-то стройка. Здесь рядышком другой кондо. Это вообще какое-то заброшенное строение. Но для Таиланда это нормально, он активно строится. Что-то они рушат, строят заново. Но это, знаете, никак не влияет на качество жизни здесь. Это для них норма. Это лобби отеля. Там сейчас постояльцы заселяются, поэтому не будут снимать людей. А мы проходим рецепцию и оказываемся у первого бассейна. Этот бассейн располагается между двух строений. Плюс такого расположения бассейна в том, что солнце прямого воздействия практически не имеет, и он всегда остается таким более-менее прохладным. А вот расположение балконов лицом к лицу меня, например, не устраивает. Совершенно отсутствует какая-то приватность, как ваша собственная, так и ваших соседей. До второго бассейна мы еще дойдем. А пока давайте поднимемся в номер. Наш номер, так называемый, евро-двушка, то есть гостиная, совмещенная с кухней и спальня. Номер, конечно, не гигантских размеров, но для двоих человек вполне подходящий. Два барных стула. Вот один стоит рядом с обувницей. Это я передвинула уже под себя на какое-то время. Диван Икея, который можно сложить или разложить. И таким образом будет еще одно спальное место на двоих человек. Телевизор. До балкончика мы тоже еще дойдем. Из кухонной мебели есть целый остров. На нем очень удобно кушать и, конечно же, готовить. Получается много места. И даже на нем можно гладить одежду. Здесь также есть совершенно достаточный набор посуды. Тарелки, чашки, ложки, вилки. На этом делаю акцент, потому что мы жили в Кондо, в котором было буквально пара тарелок. И не было ни одной сковородки. Вот посмотрите, есть кастрюльки, сотейник, ковшик, две сковородки. Вилки, ложки, ножи. Причем это не все вилки, ложки. Остальные находятся сейчас в сушилке. И, о чудо, здесь есть стиральная машина. Поверьте мне, как опытному туристеру, это тоже редкость. Из кухонной техники чайник и тостер. А также есть утюг и гладильная доска. Вот такого компактного размера прямо на столе я гладила одежду. А мы с вами пройдемте в спальню. Здесь находится двухместная кровать. Очень нравятся тяжелые темные портьеры хорошего качества. С помощью них можно сделать ночь в любое время суток. Вот такой приятный светильничек с птичкой. Вот еще одно световое решение над кроватью. Спальня от гостиной отделена перегородкой с такой же портьерой. Небольшая рабочая зона для ноутбука. И шкаф для одежды, в котором находится, конечно же, сейф, гладильная доска, утюг, вешалки. Все, что необходимо. Пройдемте в туалетную комнату. Здесь тоже довольно мило и симпатично. Душ, работающий с хорошим напором, с горячей водой. С этим тоже были проблемы, сталкивались. Но не в этом кондо. Вот только лампа эта огромная. Меня, конечно, смущает. Мы то и дело об нее стукались то головой, то руками. А это я. Здравствуйте, дорогие товарищи телезрители. И осталось рассказать только про балкончик. Балкон просто шикарный. Он и широкий, и длинный. Довольно большой. На нем находятся два стульчика и столик. Мебель железная. Эту скатерть за 15 бат мы купили, чтобы как-то облагородить. Потому что, видите, он такой ржавенький. Вот так прикрыли. Вроде как красиво. Но прочный столик. Такие же железные стульчики. Чтобы было помягче сидеть, на них набросили полотенце. Сушилка. Это очень важно. Мы жили в некоторых кондо, и там не было сушилки. Здесь она есть. Также есть швабра. Ведерко. Для того, чтобы делать уборку. Уборка здесь не включена. Хорошо, что есть чем убираться. Я не скажу, что я очень опечалена этому факту. Знаете, лучше уберусь я как следует, чем уважаемые клин леди, которые больше делают вид, что убираются, чем действительно убираются. Кидея как декор. Пластмассовая. И очень хорошо здесь то, что огромный навес. Вот не только того балкона, который над нами, но еще и вот сверху большой навес. Поэтому, когда идет дождь, наш балкон совершенно не мокрый. Ну и вид с балкона. Он приходится на противоположное здание. Это гостиница. К нам оно не относится. И вот такие вот заросли. Практически джунгли. То есть на нас в прямую никто не смотрит. И мы не вынуждены ни за кем наблюдать. Что и прекрасно. В отличие от тех двух зданий, как я вам показывала, между которыми находится бассейн на первом этаже. Вот плюс нашего расположения еще и в этом. А мы перейдем в святая святых для меня. На шестом этаже находится тренажерный зал. Рядом с бассейном. Добро пожаловать. Небольшой. Все основное есть. Из тренажеров карлио здесь велосипеды. Два, один эллипсоид. Две беговые дорожки. Жимовая скамейка одна. Вторая. И вот такой кроссовер. Здесь можно покачать спину. Руки, плечи. Из малого оборудования гантельный ряд. От 5 килограмм до 25. Есть два с половиной, но она всего лишь одна. Далее мячики. Два мяча, коврик. И МФР роллы. Три. Для прокатки спины, бедер, ягодиц. В общем, заниматься можно. Кондиционеры работают. Такое вот зеркало. Это я. Тут розовое полотенчико. Это все мое. Резиночки тоже мои. В общем, позаниматься вполне спокойно можно. Можно над всеми группами мышц поработать. Очень неплохо. А вот что из минусов? Ну, это грязь. Вот такие пыльные дорожки. Даже вот не хочу приближать. Ну, в общем, грязно в зале. И я хочу подойти на рецепцию и сказать, попросить, чтобы здесь произвели уборку. Вот видела, как убираются даже в коридоре. А сюда как будто бы они не заходят. К сожалению. Видимо, надо их замотивировать на это. Просто попросить. Причем вежливо. Просите вежливо. И все вам будет. Вот такой секрет. И когда позанимался, конечно, тут рядышком есть туалет. Душ на улице. Принял душ. И можно поплавать в бассейне. В общем, все для радости жизни. Укрепление духа и тела. Две зоны отдыха есть. Направо и налево. Где стоят шезлонги, столик, зонтик. А вот здесь я кладу коврик. И по утрам занимаюсь пилатесом или йогой. Подпенье птиц. Это так прекрасно. Посмотрите, бассейн практически панорамный. Очень красивый. И вот еще одна зона отдыха. В общем, друзья, проводите отдых с пользой для души и тела. А мы вернемся на наш балкончик. И посмотрите, утром наблюдаю такую картину. Просто какая-то беличья вакханалия. Их здесь так много. Резвятся, бегают по всем веткам. Но на балконы они прыгать не могут. То есть ничего здесь не свороют. Эти пушистые разбойники. Чего-то сидит ест там. Хромкает. В камеру вряд ли видно, а я вижу. А до пляжа Сурин пять минут пешком. А вон там наш бассейн. А здание напротив – это другая гостиница. К нам уже не относятся. И вот здесь у них находится пара бассейнов. Также разные кафешки для перекусов шаговой доступности. Друзья, надеюсь, вам понравился мой обзорчик. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Жду ваши комментарии. Задавайте вопросы. И будем на связи.